Вы спрашиваете, что в чёрном ящике? Вот у вас в чёрном ящике сбор претензий, которыми вы благородно не воспользовались. А у меня в чёрном ящике для вас подарки. А подарки эти, они, собственно говоря, просто показывают нашу работу со всеми аспектами и негативными, и положительными. Вот вы про поликремний говорите, который не получился. Действительно не получился. Но вы же хоть увидеть его должны. Вот он, поликремний, который мы произвели, но до рыночной продукции не сумели его довести. Это наша ошибка, и мы её признаём. Но это правда, точно так же, как доходность от упомянутого вами Кагоцелла составила 2,4 млрд, о чём вы забыли сказать. Но не будем припинаться. Вот это вот названный вами продукт, который бессмысленный, на который вы совершенно не верите. Но это ваше право в него верить или не верить, точно. Но моё право вам его подарить. Я вам его дарю, тем более, что у этого продукта есть прямо наша руснановская картинка. И если Навальный будет ходить с таким айфоном, то мне кажется, это будет очень полезно, никому не помешает. Ну, наконец, самое последнее. Вы справедливо говорите о том, что должны быть продукты, которые являются прорывом. Я искренне считаю, что такого рода продукт у нас на самом деле уже есть. Я о нём упомянул. Считаю, что это то, что может без всякого преувеличения стать российским «Газпромом» 21 века. Это та самая работа новосибирских учёных. Работа, которую не сделал никто в мире, не просто по изготовлению углеродных нанотрубок, которых в мире много. Это они. Но это работа по изготовлению на их основе современного углепластика прочностными параметрами, примерно на 40% выше, чем всё то, что существует на земном шаре. Работа по изготовлению современных пластиков для автомобильной индустрии, электропроводных, которые резко упрощают окраску. Работа по изготовлению прозрачного электрода. И этот прозрачный электрод стал прозрачным благодаря тому, что в нём углеродные нанотрубки. Работа по изготовлению эластомеров, то есть электропроводной резины. Я настаиваю на том, что речь идёт о проекте масштаба будущего российского «Газпрома». А вы, Алексей Анатольевич, следите, проверяйте, что у нас получится, а что не получится. Я в полном объёме всё это вам передаю в подарок. Это вы всё дарите. Чтобы вы проверяли, как мы выполняем свои обязательства. Спасибо большое, Анатолий Борисович. Чемодан и чемодан. Только, пожалуйста, вы должны проверить. Я настаиваю, чтобы дождь камерой показал, что там денег нет. А есть только нанотехнологии.